Давайте проверим, а соберет ли данный ролик 15 лайков, так что поставьте лайк. Первый топор мы потеряли, ребятки, дальше пока что откидываем. Всем привет, ребятки! С вами Слай, и добро пожаловать на проверку мифов Майнкрафта. И сегодня мы узнаем, можно ли выиграть без мяча в режиме Sky Wars. А три подписчика, оставших лайк, комментарий под этим роликом получат лицензию Майнкрафт. И мы начинаем нашу игру вместе с довольно интересным челленджем на карте Жильсан, который, возможно, поможет нам сейчас здесь выиграть, а может быть, ребятки, и не поможет нам это сделать, и в итоге мы просто упадем, не дойдя до центра данной карты. Собираем, тем временем, себе лопату, видимо, именно ей мы сейчас здесь будем обороняться. Собираем здесь себе алмазную броню, сразу же одеваемся в хорошие, с этой ребятки, брони, которая наверняка нам здесь немного поможет, защитит нас, возможно, от попадания с лука. И тем временем, можно уже строиться ближе к центру, который сейчас, ребятки, станет главным островом данной игры, потому что без него мы здесь точно уже не выиграем нашу катку. Отправляемся сюда, давайте почем себе нормальное оружие, ведь это пора. возможно сейчас можно найти себе алмазный топор но не факт что это у нас получится поэтому я буду надеяться ребятки на абсолютно любое оружие которое просто у нас существует sky варсе например тоже самый алмазный топор либо же возможно какой-либо другой топорик который будет носить немного больше дамага чем наша лопата вот кстати уже железный у нас есть заменяем тем временем нашу лопату именно и мы получаем себе ребятки на два дамага больше при каждом нашем ударе собираем себе также шапочку у нас также еще и зажигалка хорошая броня уже у нас ребятки была в комплекте нашего соперника скинули теперь можем сами отправиться ближе к центру и помочь этим игрокам ребятки слиться при помощи нашего топорика просто ударях пару раз одного соперника country уже довольно сильно наверняка прокомпеца еще пару раз его ударяем уже получаем ребятки довольно много дамага и по моему ребятки самый сложный ama что мы только что почти что есть ребятки от нашего первого соперника данной игры и хоть он был кос и но все-таки мы смогли латись не забрать очень себе хорошие мячи кстати еще дополнительно стрелы там уже еще одно соперник у нас на другом в конце карте все умерась ним просто с нашего лука мы и возможно Ну вот сейчас всё получится, потому что без лука я здесь просто не представляю, как можно выполнить данный челлендж Но тем временем уже немного стоит, ребятки, и даже не пытался бежать только что к нам В итоге мы его ещё раз у нас подстреливаем Я надеюсь, что он сейчас пойдёт ближе к краю, ну и в итоге мы сейчас сможем его скинуть Ну либо же, ребятки, сами упадём из-за того, что он нас скинул в нашу спину И вот мы продолжаем нашу игру уже, возможно, на более подходящей карте Мордан И после нашей первой не самой удачной попытки, ребятки, я так подумал, что нам стоит играть на более компактных картах На которых будет проще контролировать абсолютно всех игроков данной игры Потому что на данной карте, ребятки, это делать гораздо проще, чисто из-за чего того, что по центру находится квадратный замок С которым можно контролировать абсолютно всех игроков данной карты просто нашим луком Но и тем временем мы простраиваемся к соседнему острову Забираем, ребятки, нашего противника, который к нам сюда уже идёт Он уже нам, видимо, решил отдастся В итоге мы его забираем вместе с какими-либо ресурсами данных сундуков Ребятки, их собрали Мечи сразу же можно выкинуть, потому что они нам здесь не пригодятся Скидываем сразу же все мечи, которые мы здесь собрали себе И отправляемся дальше на поиски хороших ресурсов Видите ручки, которые, видимо, будем обороняться, ребятки, с 5 единицами урона Скидываем нашего противника дальше, ребятки, возможно, сейчас мы сможем вот там у нас забрать Забираем первого, второй уже собирается тоже, видимо, отправляться у нас сейчас в бездну Ну и постараемся сейчас, наверное, ребятки, захватить центр просто через 10 блоков уже оказаться там И, конечно же, собрать там себе хороший топор, который наверняка не оставит нас в трудную минуту данной игры Собираем 10 лет сразу же компас, также еще дополнительные изделия скорости Немного яблок, которые наверняка не станут лишними во время того, что мы будем пвпшиться с другими игроками А мы обязательно, скорее всего, будем здесь у нас пвпшиться, собираем здесь шапку И из брони у нас есть только хорошие штаны Отличник, ребятки, в общем, все здесь у нас уже золутали, отправляемся выше Ну и давайте посмотрим у нас на других игроков, которые здесь у нас также лутаются на данной карте Все они уже готовы, мне кажется, простроиться к нам И чтобы сейчас их всех контролировать, мне хватает, ребятки, буквально пары секунд, чтобы перебежать с одной стороны на другую Так, тем временем уже строится у нас к тому острову И сейчас мы будем скидывать, мне кажется, ребятки, наших главных гостей данной карты Которые к нам сюда обязательно придут Так, игрок у нас сюда уже строится, давайте вот эти шты, ребятки, подкоцаем И в итоге заберем его просто скину в бездну Остается тем временем трое То есть это я, вот этот вот игрок И еще, ребятки, по компасу давайте придем, наверное, на кого-нибудь еще Кто у нас здесь вместе с нами играет И знаете, я его вижу у нас и без компаса Он там у нас бегает, отлично Сейчас будем, ребятки, этим пользоваться Ну и, конечно же, возможно, заберем этого игрока просто с нашего лука Острел у нас для этого есть почти что два стака Так что мы точно не останемся без оружия, ребятки, на дистанции с этими игроками И, конечно же, сейчас его просто возьмем И вот так вот подстреляем с нашего замка Который мы только что просто взяли и захватили, мне кажется, на всю данную игру Я очень не хочу с ним пвп в ближнем бою Поэтому мы сейчас будем стараться, ребятки, удерживать данный центр Почти что все время позже спустимся так же еще к мистику Которая открывается через 15 секунд И я уверен, что многие игроки постараются к нам прибежать именно к этому моменту Чтобы его так же залутать, но либо же забрать нас Тем временем еще один игрок сдается И я не пойму, вот серьезно, неужели такая магия ютуба, ребятки, у нас сейчас в нашей игре Мы в итоге выиграем нашу игру Ну и давайте хотя бы третью каточку выиграем Уже, наверное, у нас более-менее Без каких-либо преференций И длительство этой экспериментом отправимся на еще одну карту радугой Которая будет немножечко больше Ну и на ней, я надеюсь, не будет таких вот прям-таки Ярых подписчиков, которые возьмут и снимут все вещи Для того, чтобы мы их выиграли В итоге собираем здесь наш меч, ребятки, получаем здесь себе хороший топор Из оружия у нас есть также еще золотой меч, который мы использовать также опять-таки не будем Используем зелье скорости Простраиваемся ближе к центру Остается буквально несколько блоков до центра И давайте воспользуемся преимуществами данной карты Потому что, ребятки, она у нас также обладает различными бонусами Тем временем мы собираем себе здесь яблоки Также еще столик зачарований, который мы используем сразу после первого килла Когда получим здесь опыт с какого-либо игрока Ребятки, скидываем таки вот эту вот девочку Забираем здесь также еще нагрудник Забираем зелье скорости, которое потом заиспользуем Давайте зачаруем быстро наш топор на остроту Я очень надеюсь, что мы сейчас его правильно зачаруем Эффективность, окей, хорошо Будем немного более эффективно, ребятки, видимо, забирать игроков Забираем здесь также еще хороший нагрудник у нас на огнеупорность Я немножечко тороплюсь, потому что данная катка реально, ребятки Является решающей в нашем эксперименте И сейчас мы узнаем, реально ли можно выиграть у нас вместе с данным челленджем Либо же все-таки это будет довольно проблематично И лучше таким вот образом не играть И лично я вам, конечно же, посоветую использовать всегда меч Но если вы его не найдете, то, мне кажется, все-таки выиграть У вас обязательно получится В тем временем отправляется дальше Ждем соперника, он к нам сюда уже не идет Обязательно, ребятки, старайтесь использовать луки И вообще в любой катке SkyWars, как по мне, ребятки Лук является, наверное, одним из самых основных оружий Которые вы должны использовать Тем временем ждем соперников дальше На центр никто не идет, я вижу, ребятки, нашего алмазника Который явно собирается к нам сюда простроиться И уже с нами тиммится Я надеюсь, что он нам сейчас не будет здесь отдаваться Но и вот мы его заберем хотя бы в честном ПВП Просто при помощи нашего топора И вы серьезно, что ли? Ну что же вы делаете такое-то? Я не знаю, ребятки, это не те же люди или нет Но мы как-то очень странно записываем данный ролик Так, в итоге я вижу еще одного противника там Сейчас пытаемся, ребятки, его, конечно же, забрать У нас просто вот так вот поджечь Но и в итоге, наверное, забрать, когда он будет прыгать Либо же сами отправимся к нему И в итоге сейчас давайте его заберем просто, ребятки, с нашего топора В итоге просто его уберем пару раз, вот так убьем И сейчас либо скидываем, либо же он скидывает нас Судя, отправляемся, ребятки, немного обратно Отбегаем от этого игрока У него есть хороший железный меч на остроту Судя по всему, он сейчас им обязательно воспользуется В итоге мы его дальше у нас бьем Попешим еще пары ударов, ребятки Ну и убегаем немножечко дальше, чтобы дальше съесть наши яблоки Я сейчас точно не хочу сливаться А тем временем у нас все еще, ребятки, не нашлось нормального оружия Ведь алмазного топора Поэтому наш урон всегда будет немножечко ниже, чем у того игрока Который за нами бежит Съедаем яблоко Ждем нашего соперника, ребятки, здесь И давайте его поставим сейчас у нас снова здесь так вот Пропопыш Я надеюсь, что у него не было яблок Ну и в итоге сейчас он у нас, конечно же, не сможет здесь у нас забрать В итоге почти что меня здесь скидывает с этой карты Я бегу дальше вперед, ребятки Только вперед не сдаемся Надеемся только на победу, он остается в тем временем трое на карте Радуга И это наш шанс сейчас показать всем, что эта карта реально, ребятки, подходит для того, чтобы выполнять данный ченниж Мы все еще бежим И после того, как съедаем еще одно яблоко Забираем в итоге данного игрока, ребятки, теряя, видимо, мистик данной карты Который лутает уже другой персонаж Который захватил центр Ну и в итоге сейчас, ребятки, мы получаем здесь наш первый килл С этого игрока просто берем его и закидываем у нас в бейс Ну отлично, я думаю, что мы сейчас его добьем Но в итоге мы его просто забираем нашим топором Топор слишком просто, ребятки, сейчас я, наверное, соберу себе лаву И в следующий раз постараюсь заиспользовать ее Потому что мне кажется, что без нее будет сложнее забрать последнего игрока Тем более, что он еще и собрал мистический сундук И вместе с хорошей броней У меня сейчас шансов очень и очень мало против него Забираем здесь также еще хорошие штаны у нас Вот здесь вот одеваем их И бежим дальше искать наши приключения на этой карте Игрок к нам сегодня еще не идет И вот, наконец-таки, начинается наш дезматч А мой топорик почти что сломался, ребятки Так что я, наверное, возьму вот так вот пока что все У нас поменяем местами И постараюсь с ним здесь у нас сразиться просто в ближнем бою Ребятки, один на один вот таким вот образом Забиваем нашим мечом данную девочку Она с нами здесь немного пока что блок хитится Кстати, хорошо, ребятки, по-моему, играет А мы тем временем съедим яблоко, наверное И постараюсь здесь у нас, конечно же, зарегениться И, возможно, спастись с нее Съесть еще одну яблоко И, конечно же, ребятки, спасти наше здоровье Яблок у нас очень много, потому что мы сделали много киллов Она, по-моему, их не делала Поэтому я надеюсь, что все-таки яблоки помогут нам сейчас здесь выиграть Топорик вот ее ломается Первый топор мы потеряли, ребятки Дальше ее пока что откидываем у нас с данной карты Еще немного комбинем Ну и в итоге, ребятки, по-моему, почти что забираем пока что отсюда Чтобы сейчас полностью ее скинуть здесь у нас с нашей картой Ну и в итоге наверняка даже забрать Едим дальше яблоко Пока что это битва яблока И, по-моему, ребятки, это эпичная битва Сейчас у нас скоро закончится Начинается, тем временем, уже развязка Мы, ребятки, продолжаем ее комбинить Еще пара ударов И у нас либо сломается наш топор Либо же все-таки мы сможем ее у нас здесь забрать Забираем еще одно яблоко Съедаем его И забираем данную девочку, ребятки, с нашего топора С новой комбинить нашими ударами Ну и, конечно же, скидывая с данной карты Так, ездим яблоки, ребятки Продолжаем регенерировать Конечно же, надеемся только на эти яблоки Откидываем нашу девочку, ребятки, дальше Съедаем еще одно яблоко И продолжаем, конечно же, ее Здесь у нас пока что проповыпешивать, ребятки Забираем еще одно яблоко Снова его едим Ждем, пока она от нас уходит Ну и, конечно же, ребятки, скидываем ее у нас вниз Чтобы она сейчас у нас здесь взяла наверняка И слилась Сегодня у нас остается очень мало хп, она все еще продолжает, ребятки, на нас наступать И, по-моему, у нее очень много надежды, ребятки, на то, что сейчас она уйдет от нас И в итоге, по-моему, покинет данную карту И нет, серьезно, что ли? Мы поменялись с ней местами и серьезно мы в итоге проигрываем данную игру И вот после нашего довольно интересного эксперимента мы все-таки убедились, что здесь реально можно выиграть без использования меча Однако это слишком сложно и даже в эпичных баталиях Любая ваша ошибка, либо же недостаточное количество золотых яблок решат вашу судьбу Просто потому, что топоры наносят очень мало урона По сравнению с зачарованными мечами, которые попадаются в абсолютно каждом сундуке на Ваймворлде Я очень надеюсь на ваши лайки, потому что данную серию я записывал довольно долго Несколько моих каток не вошли в данный ролик, потому что они просто были потеряны бандикамом И в итоге эпичная победа на карте Мортал вместе с 7 киллами была, к сожалению, потеряна Ну и теперь мы можем закончить Я надеюсь, что вы уже подписались на канал, чтобы не пропускать ежедневные ролики в 10 часов утра Всем удачи, всем пока и до скорых встреч!